Огромный урожай. У меня, в принципе, конкретно мои спортсмены завоевали во всех категориях, в которых участвовали одни золотые медали тоже. А как вы на протяжении такого долгого периода сочетали свою спортивную карьеру и карьеру уже фактически тренера? Ведь во многих видах спорта говорят, что нужно в себе убить игрока, чтобы стать тренером. Ну, как вам сказать, надо не то, что игрока в себе убить, а нормального человека, понимаете, с которой теряется абсолютно практически личная жизнь. И в этом большое спасибо моей супруге, которая, конечно, с пониманием относится. Она сама чемпионка мира. Вот. Что я могу сказать? Очень было тяжело, и последний, особенно год своих выступлений на спортивной арене, я чувствовал, что мне не хватает уже меня, не хватает детям. И получается как, что вот как только закончили, у меня не то, что был там какой-то огромный промежуток времени, не какой-то пробел, как многие спортсмены начинают теряться. То есть у меня очень плавный переход, это планомерно получился. И фактически я сразу погряз в тренерскую, в хорошем смысле, работу. Ну и, в общем-то, это приносит свой дивиденд, конечно. Реваз, а какой самый эффектный трюк, что вы делали? У нас были такие, скажем так, специфические элементы, когда два партнера стоят в разных углах ковра, скажем так. Ну, у нас это на профессиональном языке называется диагональ. И практически все выбросы оттуда мы их привнесли в даже, скажем так, в таблиц трудностей, из которых все потом берут элементы, черпают. Вот. И я был первый исполнитель двух тройных сальто в одном упражнении, потом впоследствии на одном соревновании показали три тройных сальто в одной программе. То есть фактически, вот как мы сейчас даже смотрели программу Марины и Георгии, они сейчас делают просто что-то запредельное, что-то уникальное. К слову сказать, Марина моя самая любимая партнерщина, с которой я вообще занимался, потому что как-то она приехала, приехала, когда мы ее пригласили, абсолютно не в форме. Вот. Мы стали заниматься, и вот как-то вот берешь, вот как у нас говорят, взять в кисти, то есть вот хват, в котором мы работаем, и как-то раз, и удобно. То есть вот как будто вот мы всегда и были вместе. Можно сказать, мы через полтора места даже меньше выиграли уже чемпионат России. Жалко, что вот эти трюки, о которых говорит Живас, мы не можем с тобой... Сейчас увидеть нельзя, или осуществить их. Осуществить. Да. Это было бы как эффектно. Но сегодня мы не чемпионы мира по спортивной акробатике, и себе этого позволить не можем, в отличие от Риваза Горгенидзе, который у нас был сейчас в гостях. Обсудили мы потрясающие результаты наших спортсменов на чемпионате мира по спортивной акробатике. Пять золотых комплектов, наград из шести возможных. Какая-то фантастика, правда? Конечно. Но вы никуда не уходите, потому что программа «Вся на матч» продолжается. После небольшого перерыва у нас в гостях агент Роман Орещук. Будем говорить о российской футбольной премьер-лиге. Продолжение следует...